5, 4, 3, 2, 1, поехали! Всем привет! Вы смотрите самую полезную программу для детей. Это программа для тех, кто любит красиво и вкусно готовить. В эфире Кулинарная Суббота. Берите ручку, бумагу, садитесь поудобнее и записывайте рецепты. Сегодня наши юные корреспонденты приготовят вкусный полезный салат и очень оригинальный десерт. Обо всем по порядку. Первое блюдо, которое дети приготовят – салат «Арбузик». Нам понадобятся куриное филе, яйцо, свежий огурец, помидор, сыр и оливки. Как вы заметили, мякоти арбуза в нем нет. А вот почему салат называется «Арбузик» узнаете чуть позже. Для начала нужно отварить филе и яйцо. Затем филе нарезать соломкой, яйцо натереть на крупной терке и смешать с майонезом или сметаной. Получившуюся массу выкладываем на тарелку в форме полумесяца. Огурец выкладываем с краю. Затем тонкий слой сыра. Оставшуюся часть заполняем помидором. Оливки выкладываем в шахматном порядке, имитируя косточки. А вот и разгадка названия салата «Арбузик», потому что подается он в виде дольки арбуза. Салат готов, приступаем к десерту с красивым названием «Цветок в рожке». Для его приготовления понадобятся шоколадный бисквит, мастика, капкейк, сливочное масло, палочка, например, от мороженого или чупа-чупса, вафельный стаканчик, крем из взбитых сливок и декоративная кондитерская посыпка. Первое, что мы делаем, натираем бисквит на крупной терке. Затем с помощью сливочного масла формируем руками шарик среднего размера. Получившийся шар вставляем в вафельный стаканчик. Далее создаем цветок. Готовый капкейк обтягиваем мастикой и придаем форму шарика. Вставляем палочку и заготовка для цветочка готова. Садим наш цветок в горшок, до края вафельного стаканчика засыпаем оставшийся тертый бисквит и украшаем цветочек с помощью взбитых сливок и декоративной посыпки. Осталось сделать из мастики листочки и вставить их в вафельный стаканчик. Оригинально красивое и очень вкусно. За время съемки юные корреспонденты успели проголодаться, поэтому прямо сейчас долгожданная часть кулинарного мастер-класса «Дегустация блюд». Сделанных своими руками. Подкрепившись, дети готовы задать вопросы повару Марии Барановской. Чем можно заменить майонез для заправки салат? Майонез для салатов можно заменить на сметану. К сметане добавить либо черный перец, либо чеснок. Можно заменить еще на натуральный йогурт. Кому что нравится. Мария, какие десерты самые полезные? Это, конечно же, шоколад, потому что там содержится много витаминов, он поднимает настроение. Это мармелад, потому что он приготовляется на основе натуральных продуктов. Ну и самые натуральные вкусные десерты – это фрукты. Говорят, что цвет посуды влияет на аппетит. Это правда? Ну, по моему мнению, да. Потому что из яркой, красивой посуды охота кушать, она вызывает аппетит. А из темной, ну, она маленечко уменьшает аппетит. Скажите, пожалуйста, с помощью каких приправ можно сделать любое блюдо вкуснее? Самые основные приправы, конечно же, соль, сахар, перец. Есть еще травы различные. Можно их применять в смеси трав. Допустим, травы прованса. Их можно добавлять. Розмарин, тимьян. Как выйти из ситуации, если ты пересолил блюдо? Лучше, конечно, не допускать такой ситуации и солить по чуть-чуть. Соль добавлять понемножку. Лучше не досолить, чем пересолить. Спасибо за ответ. Что такое яйцо пашот и как его приготовить? Яйцо пашот – это, по-другому говоря, яйцо, сваренное в мешочек. Способ его приготовления. Кипятим воду, добавляем туда уксус, размешиваем воронку, когда вода закипела, и выливаем туда яйцо. Все. Оно получается как бы в мешочке, в форме мешочка варится. При какой температуре нужно готовить овощи, чтобы они не потеряли полезные свойства? При температуре 100 градусов на пару. Самое оптимальное. Два часа пролетели незаметно. Дети узнали не только много полезного, но и научились готовить целых два блюда. В честь этого они заслуженно получили дипломы юных поварят. Теперь вы можете приготовить эти блюда своим родителям. Это была кулинарная суббота. Готовьте с удовольствием, ешьте с аппетитом. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Всем привет! Вы смотрите Beauty Rock. В ближайшие несколько минут мы поговорим о модных тенденциях, макияже и прическах. Первое, с чего начинается создание образа, это выбор одежды. Затем делаем соответствующий макияж. А завершит наш образ красивая и стильная прическа. В наступившем сезоне в тренде блестки, мерцания, стразы. Если у вас еще нет банки с волшебной мерцающей пылью и сверкающими камушками, срочно поспешите это исправить. На повестке дня для юных леди праздничный макияж. Как создать образ для вечеринки своими руками, расскажут и покажут профессионалы своего дела. Парикмахер-стилист Оксана Лепешкина и визажист Екатерина Бромберг. Девчонки, запоминайте! Первое, с чего начинается макияж, очищение кожи с помощью тоника или мицеллярной воды. Затем на верхнее подвижное веко наносим плотный корректор, для того, чтобы тени легли ровно и смотрелись насыщенней. Под глаза на нижнее веко наносим тот же корректор, что и на подвижное. Так как макияж выполняется с использованием блесток, тональный крем мы нанесем после макияжа глаз, так как в процессе блестки могут осыпаться. Брови оформляем с помощью теней натуральных оттенков и скошенной кисти. На внешний угол глаза и складку верхнего подвижного века наносим серо-коричневые тени. Также слегка добавляем их и на нижнее веко. Затем пальчиком добавляем актуальный в этом сезоне мерцающий пигмент на середину подвижного века. Растушевываем, а на внутренний угол глаза наносим тени цвета айвори. С помощью туши придаем ресницам объем. Затем выравниваем тон кожи. Делаем коррекцию овала лица. Добавляем персиковый румянец, припудриваем и наносим на губы прозрачный блеск с мерцающими частичками. Макияж готов! Приступаем к прическе! Если вы собираетесь на вечеринку, локоны – беспроигрышный вариант. В этом сезоне актуальный серф локоны, который по-другому называется пляжный. Легкие, воздушные, слегка небрежные локоны, которые навеивают мысли о морском бризе и солнце – тренд сезона. Парикмахер-стилист Оксана Лепешкина поделилась секретами модной прически. Сбрызните волосы средством с термозащитой. Разделите их на пряди. Отступите 5 сантиметров от корней волос и начинайте накручивать на утюжок. И не забудьте закрепить результат с помощью лака. Также в этом сезоне актуален высокий тугой хвост, но при этом объемный и слегка небрежный, как у меня. И напоследок лайфхак от Оксаны Лепешкиной. Сегодня все девушки мобильные и очень дорожат своим временем. Помните, флакон сухого шампуня поможет не только сохранить вашей прическе естественный вид, но и сэкономит ваше время. Это были бьюти-советы. Хорошего вам дня и отличного настроения. Валдис Пельш Шоумен, телепродюсер, актер, режиссер телевидения известны миллионам людей, как ведущий программы «Угадай мелодию», а также певец и музыкант. На днях Валдис посетил Барнаул и дал эксклюзивное интервью программе «Детская служба новостей». Наш юный корреспондент Полина Желонкина пообщалась со звездой и задала Валдису несколько вопросов. Здравствуйте, Валдис. Вы много общались с тележурналистами. Каким, по вашему мнению, должен быть идеальный журналист, чтобы создать о себе хорошее впечатление? Идеальный журналист должен, во-первых, достаточно много, я не могу сказать, что все, но достаточно много знать о своем визави, то есть о интервьюируемом. Это раз. Во-вторых, он должен, если не любить этого человека, то относиться к нему с большой симпатией, с большим интересом. Даже если в этом человеке есть что-то, тебе неприятное, да, или твои взгляды расходятся с взглядом этого человека, все равно ты должен ему симпатизировать, иначе у тебя не получится искреннего и честного интервью. Потому что искреннее и честное интервью, когда тебе человек действительно интересен. У вас есть жизненный девиз? Их много, на самом деле. Они, ну вот, когда я начал заниматься парашютным спортом, я, как и все парашютисты, как бы начал так вот, исповедовать, не исповедовать, а как бы использовать девиз. Основной девиз парашютиста какой? Не дрейф. Вот он здесь здесь. И второй, лети быстро. Go fast. То, что, тот совет, который дала мне мама, и который я очень часто вспоминаю, это очень простой совет, очень дельный. За каждую глупость нужно обязательно будет заплатить. Не сейчас, может быть, через год, через два, но ты за нее заплатишь. Поэтому старайся избегать тех глупостей, которые не обязательно совершать. Люди неизбежно совершают какие-то поступки не очень умные, легкомысленные. Но если ты постараешься сократить количество этих поступков к минимуму, тебе будет гораздо легче жить. Ну и по работе, конечно, надо заниматься только тем делом, которое тебе нравится. Нельзя работать ради зарабатывания денег. Если то дело, которое ты считаешь делом своей жизни, приносит тебе денег гораздо меньше, чем, допустим, какие-то другие направления, но это твое дело, занимайся именно ими. И старайся быть лучшим в этом деле. Представьте себе, что вы на машине времени отправились в прошлое. Что бы вы сказали тому десятилетнему мальчику? Какие слова бы пожелали? Какие советы бы дали? Знаешь, есть такая песня у Максима Леонидова. Она называется «Письмо». Это песня именно о том, что бы я написал себе, если бы мог отправить письмо в прошлое свое, и что бы я посоветовал. И в конце этой песни мысль, которая абсолютно очевидна, что это невозможно. Этого письма нельзя написать. Этой встрече не дано произойти. Конечно же, если бы она произошла, я бы, во-первых, сказал, даже не вздумай курить. Вот. Ты потом будешь бросать многие-многие годы. Конечно же, это будет совет относительно своего здоровья, относительно учебы. Я бы себе не давал советов. Мне кажется, я так неплохо учился. Ну, и, наверное, это будет совет, что если тебе нравится девушка, нет ничего стыдного, подойти к ней и об этом сказать. Не надо стесняться, не надо быть робким. Вот. Этот совет я бы дал обязательно самому себе, если бы отправился в прошлое. Но, как ты понимаешь, это невозможно. Спасибо за ответ. Пожалуйста. Спасибо вам за интервью. Напоминаю, сегодня у нас в гостях был знаменитый телеведущий Валдис Пельш. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин